Далее о спорте. Открытый республиканский турнир по тайскому боксу Кубок Севера прошел в Петропавловске. В нем приняли участие 250 спортсменов из Казахстана и России. Наша съемочная группа побывала на первых поединках. Денис Севков расскажет, кто победил в турнире. Открытый республиканский турнир по тайскому боксу в Петропавловске проходит уже четвертый год. Традиционно сюда съезжаются бойцы из разных регионов Казахстана и России. На ринге выступают как самые маленькие боксеры, так и опытные спортсмены-профессионалы. Чтобы популяризировать среди населения наш вид, мы хотим показать, как работают маленькие дети и как работают большие. Чтобы видели градацию, как идет развитие самого спорта. И данный турнир также является отбором на чемпионат мира среди детей. Сейчас на ринге в синим повладарец Бахтияр Найман. Он неоднократный чемпион Казахстана. Его соперник из Алматы – Камиль Ислам в красном. Поединок длится три раунда по три минуты. За это время боксерам нужно как можно больше нанести ударов в корпус или голову. У каждого спортсмена специальная экипировка. Она делает этот вид спорта менее травмоопасным. Несмотря на непростые три раунда, Бахтияр смог одолеть Камиля. Я чемпион Казахстана, играю в 2016 году. Не стать хочу в 2017 году. Я когда бился в Алматы, я 6-7 чемпионат Казахстана стал. Хочу стать теперь в 8-9 лет чемпионом федерации. Тайский бокс набирает популярность. Растет и число участников на Кубке Севера. Если в 2014 году на ринг вышли 100 бойцов, то в этом уже свыше 260. Я думаю, что Муай-Тай войдет в большую олимпийскую семью. Это наши пожелания. На сегодняшний день в Казахстане во всех областях развит Муай-Тай. По последним данным, больше 20 тысяч человек занимаются этим видом спорта. По итогам трех дней состязания определились победители. Они получили медали, кубки и грамоты. В общекомандном зачете третье место завоевали спортсмены из Атырау. Серебро у петропавловцев, а золото соревнований взяли алматинцы. Лучшие боксеры представят нашу страну на чемпионате мира в Таиланде. Пройдет он в августе. Денис Севков, Жудасбекер Муканов, новости МТРК.